булки закончились поэтому сегодня на завтрак каша которую я ем примерно раз в никогда арахисовая паста с кусочками арахиса и черника и 15 минут на чтение надеюсь что они у меня будут здесь сейчас я читаю lp hartley по-русски это называется посредник на самом деле у меня все книжки упакованы в коробке но 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 спойлер спойлер хотя вы уже видели в названии мы сегодня с вами откроем новые книжки потому что не распаковав старый я уже сделала заказ который приехал вот так а эту книгу я нашла в коробочке по обмену да представьте себе это издательство пингвин и это пингвин классе классики 20 века и да здесь действительно такая прям классика классика сначала было немного скучно не скрою тут про мальчика точнее про уже взрослого мужчину который рассказывает о своих детских каникулах он находит свой дневник об определенном лете который он провел в доме очень богатой семьи это очень размеренное чтение и это то что мне сейчас надо было в такой суетный в такой какой-то немного стрессовый что ли период мне осталось вот буквально страниц наверное 60 вот такая еще рутина да хорошо выходной начинать продавать да все надоело тебе молодец муж предлагает купить корову чтобы она это все подстригала сама хотела вам показать красивые цветочки пассифлору но кажется она вся уже превратилась какие-то вот плоды правда я не знаю насколько они съедобные вроде пишут что съедобные начнут пробовать как-то не очень хочется а еще у нас здесь есть вот такая вот земляничка но похоже она все-таки декоративная я не знала что такая бывает но на вкус она какая-то не слишком сладкая может быть стоит посадить какую-то здесь которая все-таки настоящая да всем привет и очередное июльское летнее но правда не очень солнечное утро я буду продолжать записывать маленькие кусочки нашего ремонта нашей организации вот этого вот всего тем более что в центр парижа как я вам уже говорила сейчас вообще не попасть там все перекрыто там олимпийские игры хаос тот еще но перед тем как я начну этот лог я хотел вам сказать что я очень благодарна за ваши комментарии которые вы оставляли под предыдущим видео правда большое спасибо так приятно читать что вы за нас рады что вы нам желаете чтобы все получилось чтобы все хорошо прошло и правда это просто невероятно тепло и вот хотела перед тем как начну новую серию вам об этом сказать ну что погнали в новый день в новую серию и кстати я все вечно начинаю с кухни потому что это самая организованная представьте себе если это самая организованная то как везде погода у нас сегодня вот такая очень серая очень пасмурная и кажется дождь собирается но зато лаванде будет чуть полегче а то она прям как-то на солнышке подсохла вчера я занималась тем что перемывала весь холодильник поэтому здесь теперь все очень чисто нужно его будет подключить сегодня аж 8 30 утра приехала посылка из амазона и здесь несколько есть организационных штук которые я вчера заказала там все для кухни и давайте в продолжение предыдущего видео как раз вам скажу что я еще решила взять всякие нужные штуки так во первых это вот такая вот штучка капула на которую можно ставить крышки так мне нужно найти какую нибудь крышку вот когда допустим снимаешь когда готовишь и снимаешь крышку так так и нужно ставить нет как наверное не так наверное это как то вот так но мне кажется должно быть более вертикально возможно вот так в общем вот в общем эта штука нужна чтоб ее поставить на какую-то поверхность favorst на стол я обычно не знаю куда приместить крышку, когда я ее снимаю во время процесса готовки, и в общем вот теперь у меня есть вот такой вот инструмент, вот такая подставка так что класс, что такое все, кошка сбежала с улицы, потому что там кажется дождь собирается, да, ну так, дальше посмотрим, что вот это такое, а, так, ну это я пока не буду распаковывать, просто покажу вам, это не видно же, да, ладно, придется распаковать вот это подставка для кухонных полотенец, на самом деле у меня уже была одна, но она крепилась внутрь ящиков, и у нас теперь не такая система, так как кухня более старая, ну в смысле именно в плане дизайна, да, то есть это не современные вот эти ящики навесны, и там немного другая тоже система, как закрываются дверцы и все такое, поэтому прошлая моя система не подходит, поэтому я купила вот такую, можно либо прикрутить куда-то к какой-то поверхности, либо просто приклеить, кстати, здесь даже клей есть в комплекте, эти, и мне не нравятся те, которые ставятся на кухонную поверхность, которые, знаете, вертикальные вот такие вот палочки, мне почему-то больше нравится, когда куда-то подвешены эти палочки, мне кажется, это намного удобнее. Еще я купила вот такие вот контейнеры, которые сейчас распакую и сложу туда хлопья, потому что огромные коробки под хлопья не помещаются никуда, и, в общем, это довольно-таки неудобно, поэтому я решила, что хлопья, ладно, займусь этим позже, хлопья будут у нас вот в таких вот прозрачных контейнерах, они похожи на икеевские, но немножко больше. Так, а вот это что, я не помню, что же я там такое заказала, сейчас посмотрим. А, вспомнила, это такая система тоже организаций, которую я хочу повесить на стену, и, в общем-то, здесь у нас, сейчас покажу, это специальные отделы, в которые я могу вверх, так, что у нас здесь, здесь пластиковая такая пленка, знаете, кухонная тоненькая пленка, пищевая пленка, вот как это называется, здесь у нас восковая бумага для готовки, и здесь алюминиевая бумага, вот так вот, и чтобы ровненько отрезать, можно использовать вот эти вот бегунки, которые еще и такие ножички одновременно, вот так, так что тоже повешу куда-нибудь на стенку, у меня уже даже есть одна стена, на которую я думаю. Вот я сейчас тут ужин готовлю, и смотрите, хоп, и вода туда стекает в подставку, прям супер, не могу нарадоваться, очень круто. Ну что, вот теперь будет так, то есть уже ничего не скользит, не катается, и не будет никуда проваливаться, хотя это не какая-то прям супер плотная материя, то есть это, допустим, не фанера, или что-то такое, не дерево, но очень-очень хорошо вот так все ставится сюда, и действительно прям мне нравится. Так, это верхний слой, и внизу, я пока еще не придумала, что будет там, но пока там лежат разные скатерти, ну, а здесь будут хлопья. В итоге я купила вот такие вот коробочки, в этих контейнерах реально очень и очень удобно, вот так, и помещается очень много хлопьев, так что супер, я довольна. И оп. Ну, а что касается всяких ремонтных работ, то мы на самом деле в основном занимались тем, что разбирали немного коробки, с какими-то, например, средствами по уборке, в общем, какая-то бытовая химия, вот такое немножко, что уже точно можно распаковать и куда-то поставить, хотя тоже, хе-хе, система организации еще, конечно, не та, которую я бы очень хотела, но ладно, куда-то это пока можно поставить, чтобы оно хотя бы не стояло в коробках, ну, по поводу ремонта, мы вот эту вот еще стену в собственной спальне наконец-то оклеили, как раз та, которую я штукатурила, наверное, в прошлом или позапрошлом видео, и сегодня вечером, надеюсь, уже удастся ее покрасить, вот так вот, и возможно, в каком-то ближайшем времени нам удастся уже заехать в собственную спальню, хотя у нас вот здесь вот, вот там дверь, и там есть небольшой гардероб, и его я бы тоже хотела, если честно, ободрать, и обклеить новыми обоями, потому что мне все кажется, что если не сделать это сейчас, и уже туда поставить, допустим, какие-то стеллажи, в общем, какие-то полки туда разместить, разложить на них одежду, повесить тоже, то, в общем-то, на этом мы и закончим, и никогда этот ремонт там не сделается, потому что нужно будет это все вытаскивать, ну, а кому охота этим заниматься, когда уже все стоит по местам, поэтому я вот такой странный человек, мне, наверное, проще немножко дольше прожить на коробках, но зато сделать, и, в общем, да, ладно, расскажу потом, как будем продвигаться. А это тут такие специальные обои под покраску, так как очень неровная была стена, то мы решили, что это лучший вообще способ, нам подсказали, по крайней мере, что так будет лучше. В комментариях еще вы советовали под предыдущим видео текстурную краску специальную, которой не страшны неровные стены, но мы решили, раз уж мы здесь уже все купили, и вот уже наклеили, то ладно, в общем, присмотримся к этому совету, возможно, чуть позже. Такая вот интересная текстура у этих обоев, и сверху будет, собственно говоря, краска такая же, как вот здесь. Возможно, не очень хорошо видно, но это такой немножко песочно-бежевый, наверное, немножко даже сероватый цвет, в общем, называется этот цвет лен, и да, он отличается от белого. Кстати, видите, вот там вот такие вот недоделки, а я это все буду потом отдельно уже докрашивать, отдельно аккуратненько, все делать ровно. Сегодня у меня задача в детской комнате как раз заняться вот этими доделками. Все те вот, вверху уже здесь очень хорошо, все я докрасила, какие-то маленькие огрехи, и мне нужно сделать то же самое, только на стенах теперь. То есть стены наверху, где немножко, допустим, белая краска попала на стену, нужно будет тихонечко, так аккуратненько докрасить маленькой кисточкой. Ну, а во второй детской комнате тоже есть гардеробная, и, в общем, вот это все мы достали оттуда, и ободрали обои. И вот теперь здесь вот такие вот дырки остались. Еще каких-то незапамятных времен, потому что поверх уже были наклеены обои, предыдущие, которые уже выглядели немножко такими потрепанными, поэтому эти дырки, кажется, здесь вообще были, не знаю, лет, наверное, 15, может быть, но моя задача сегодня их замазать. Так, ну что, а теперь вот так вот в коридоре давайте сделаем с вами что? Откроем посылку с книгами, потому что если я уже подбираюсь к концу одной книги, то значит мне уже нужно как-то планировать следующую, это, знаете ли, меня мотивирует каким-то образом еще и побыстрее читать, побыстрее читать ту книгу, которую я читаю сейчас. И так совпало, конечно же, это просто абсолютное совпадение, что в Polaris'е были скидки, все еще not sponsored, как говорится, очень жаль. Так вот, в общем-то, там были скидки, и я поняла, что нужно заказывать, потому что, ну, чего тянуть, собственно говоря. вот они все здесь. У нас, во-первых, челлендж, как обычно, нужно попытаться открыть пленку. Но они, конечно, очень классно упаковывают, чтобы вы понимали, здесь в посылке даже уголки вот так проложены, чтобы книжки не болтались по коробке. Это очень круто. Так, я сейчас пока пленку разрываю, успею себе наспойлерить, что же я там купила. На самом деле, прошло уже дней 10, и поэтому я уже не все помню. давайте вот так будем брать и смотреть, что же это такое в пленке. О, это роковые или роковые, не знаю, все говорят по-разному, яйца. И вот такое вот необычное издание, да, это Булгаков, и написано, что здесь свыше 100 иллюстраций, элементов оформления, Татьяны Косачки, повестям и рассказам, ла-ла-ла. И что здесь, получается, здесь несколько, что ли? здесь что еще, Девалиада, и все вот это вот есть, не знаю. Смотрите, какое необычное оформление, и тут внутри еще и лисе есть, а стоило, это не как-то очень дорого, поэтому я прям довольна, эту книгу было довольно сложно найти. Так, дальше, что у нас здесь такое? Опять что-то в пленке, и потолще. А, ну, понятно, это Николай Эпле и неудобное прошлое. Да, книга, о которой, наверное, только ленивый не говорил за последние два года, и, ну, в общем-то, новое литературное обозрение, и я поняла, что нужно почитать. Да, это такой нон-фикшн, который читать довольно тяжело, но я считаю, очень и очень нужно. Вот так вот. Так, уже не в пленке, что это большая книга? Да, о, это вообще очень необычная книга здесь у меня. Это большие книги, от Азвуки, да, и это Ян Потоцкий, рукопись, найденная в Сарагосе. На самом деле, у меня есть друг, который живет в Италии, и с которым я вижусь очень-очень редко, но очень метко, скажем так, и, в общем-то, он был тем человеком, который мне давным-давным-давно посоветовал прочитать имя Розы Умберто Эко, и это была абсолютная любовь, но сейчас вот он сказал, что эта книга была просто потрясающая, хотя, по-моему, он ее читал на итальянском, но вот я буду читать в русском переводе, роман, который неоднократно сравнивали со знаменитыми сказками «Тысячи и одной ночи», самое значительное произведение замечательного польского ученого, дипломата, путешественника, археолога и писателя Яна Потоцкого. Такое ощущение, что это, знаете, певица, актриса, модель, потому что здесь ученый, дипломат, путешественник, археолог и писатель. Удивительные приключения испанского офицера в горах Сьерры-Морены не оставят равнодушными ни одного читателя. Это роман «Лабиринт», и за каждым поворотом которого ждет нечто необъяснимое и загадочное. Так что, конечно, очень интересно, что же здесь будет. Для меня это максимально необычная книга, но я рада, что удалось найти. Так, и дальше здесь у нас что такое? Что-то в пленочке. О, это Алексей Поляринов и его риф. У Поляринова я еще не читала ничего, но это один из тех современных авторов, которые пишут на русском языке, который меня очень интересует. Написано, что это роман о вечной войне поколений, авторское исследование религиозных культов, где древние ритуалы смешиваются с современностью, за остро актуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические измерения. Каждый из нас может натолкнуться на риф, важнее то, как ты переживешь крушение. По-моему, здесь про секту. И какое красивое оформление, мне прям очень нравится. Это Инспирия. И последняя книжечка какая-то очень мягкая и маленькая. Что это? Что это? Что это? А, это Йозеф Рот и Отель Совой. Издательство от Маргин. Посмотрите, просто какая малышка. Это тоже книга, которую мне посоветовал мой друг. И так что, Саш, я тут начинаю библиотеку собирать уже из твоих книг. Впервые после пятилетнего перерыва я вновь на пороге Европы. Более европейским, более европейским, чем все прочие гостиницы в восточной части города представляется мне отель Совой. Семиэтажная громада с золотой вывеской и ливрейным швейцаром. Гостиница эта сулит воду, мыло, английский клозет, горничных в белых наколках, радостно блестящие урыльники. Что такое урыльники? Наверное, это умывальники, подобные чудным сюрпризам в своих шкафчиках из темной фанеры. Так и написано в шкафчиках. Электрические лампочки, расцветающие за розовыми и зелеными абажурами, подобно чашечкам цветов. Резко звучащие звонки, послушные нажиму пальца. И кровати с перинами, эластичные и мягкие, готовые принять в мое тело свои объятия. Конечно, это очень необычно и, по-моему, здесь какие-то впечатления то ли от Первой мировой войны, то ли что-то такое, поэтому... И еще одна стопочка, которую нужно не проспойлерив себе распаковать. Оп! Пока распаковываю, как обычно, не забывайте рассказывать, читали ли вы что-то из этих книг, а может быть, из этих авторов и что-то мне хотите посоветовать. Или еще один комментарий, который тоже всегда приветствую, это... Может быть, вы хотите, чтобы я какую-то из этих книг прочитала быстрее всего и пишите мне об этом. Я прислушаюсь и прочитаю, потом, конечно, расскажу о своих впечатлениях. Ух ты! Открыточка опять с котами. В этот раз они где-то в путешествии, видимо, по Индии. Ну и цитата Даумберта Эка «Не надейтесь избавиться от книг». Одна из моих любимых. Так, первое у нас тут что-то в пленке опять. И продолжаем, собственно говоря, эпопею очень нужного и важного нон-фикшна. Это «Конец режима» Александр Баунов. «Как закончились три европейские диктатуры». Здесь у нас рассказывается, по-моему, о черных полковниках в Греции. Наверное, здесь был Муссолини и, наверное, Франко. Я так подозреваю, потому что три европейские диктатуры, скорее всего, это они. По-моему, здесь больше, по-моему, здесь на обороте не написано. Да. И самое забавное, знаете, что то, что тот самый мой друг, который живет в Италии, он на самом деле знаком с Бауновым, поэтому у меня вот такое вот через одно рукопожатие буквально я знакома с автором этой книги, поэтому это прям, конечно, греет мое сердце в каком-то смысле тоже. Следующая книга. Ух, с символичным названием «Свобода». Это еще один томик Джонатана Франзена. Мне понравились его поправки. Еще стоит «Перекрестки» и «Безгрешность», по-моему, так называется эта книга. Так что вот еще одну купила «Свобода». Она тоже пока встанет на полочку, но это большие важные романы, которые мне очень и очень нравится читать. Это такой толстой 21 века, но в хорошем смысле, то есть читается очень легко, здесь нет больших предложений, но вот чувствуется прям большой роман не только в плане объема, но и в плане тем, которые там поднимаются. «Герои свободы демократичны, образованы, заботятся об окружающей среде и лишены предрассудков. У них идеальная семья, но благие намерения не спасают их от потрясений, которыми чреваты отношения свободных людей в семье и в обществе. Так-так-так, говорим о недостижимости истинной свободы и о том, как часто мы жертвуем самым главным ради ее призрака». Вот так, ничего не понятно, как обычно, но очень интересно. А пошли книжечки в мягких обложках, здесь их две. Первое, это у меня Станислав Лем и его «Солярис». Это мои попытки сделать себе такой ликбез по фантастике, потому что я очень много что не читала. 100% одно из самых знаковых произведений. И так-так-так, что здесь? «Бесспорное вершинотворчество», произведение, повлиявшее на развитие научной фантастики, ну, конечно же. Итак, что же такое «Солярис»? «Бескрайний мыслящий океан, преследующий непонятный человеку цели», «Тончайший камертон, преобразующий людские чувства в материальную форму», «Воплощенный кошмар психолога или духовный целитель». «Со дня публикации», бла-бла-бла, опять непонятно, что это такое, в общем, все равно, еще раз, ничего не понятно, но, да, тем не менее, интересно. И последняя книжечка у меня здесь, вот такая вот необычная. О, здесь как-то называется, европокет, по-моему, так это называют, такая мягкая обложка, но при этом очень эластичная, немножко такая пластифированная, что ли. Это, ух ты, здесь еще и выборочный лак и такая софт-тач обложка, мне прям нравится, это морфий Булгакова, да, наконец-то я нашла морфий, осталось найти, кажется, только записки юного врача. «Повесть морфий, стилизованная по дневник, почти автобиографично, после неудачной операции Булгаков был вынужден колоть себе обезболивающее и пристрастился к нему». Так что, да, конечно, очень необычный и очень непростой сюжет, скажем так, учитывая особенно то, что здесь есть часть автобиографии, но почитать давно хочу и я думаю, что это будет очень интересно. И да, еще раз скажу, что издание мне очень нравится. Мне казалось, что это немножко такая калька с Пингвин Классикс, по-моему, так называется эта серия, у меня есть но вы знаете, вот это издание мне нравится гораздо больше, потому что, во-первых, это не просто бумажная обложка, которая достаточно быстро вытирается и мнется, а она вот, да, немножко такая пластиковая и плюс здесь есть выборочный лак, может быть, вам будет, да, вот так вот немножко бликует как раз на колбочках. Я прям фанат, мне нравится, надо будет присмотреться к этому изданию. Так что, это были все книги с посылки, но не все книги, которые я хотела вам здесь показать. Дело в том, что произошла небольшая магия вне Хогвартса. Дело в том, что я встретилась с одной девушкой на обед, мы второй раз, скажем так, развиртуализировались, она просто абсолютно чудесная, Яна, тебе огромный привет, и она мне внезапно подарила подарок на день рождения, и представляете, часть этого подарка это была вот эта книга, дом в котором Мария Петросян. Почему магия вне Хогвартса? Потому что, во-первых, я давно хочу прочитать эту книгу, но она меня немножко, скажем так, пугает, все-таки это не самый простой сюжет, и, ну, в общем, я как-то все откладывала, и вот в последний раз, когда я заказывала книги, вот эту всю стопку книг, которую только что вам показала, я в последний момент буквально выложила несколько книг, потому что подумала, что, ну, как-то надо совесть поиметь, и, в общем, меня жаба немножко задавила, потому что там собралась большая очень сумма действительно, и, в общем-то, я ее выложила в последний момент, в том числе еще несколько с ней вместе, и вот, представляете, мы встречаемся буквально через, наверное, дней пять после того, как я сделала заказ, и Яна мне дарит эту книгу со словами «Я надеюсь, у тебя еще ее нет». Вот, представляете, я ее буквально за несколько дней до этого выложила, хотя очень хотела, но я не знаю, что это, это сто процентов какая-то магия, которая мне недоступна. Вот так. Так что буду читать, да, сюжет очень непростой. С одной стороны, это магический реализм, но это можно читать еще и как, ну, собственно говоря, реализм про детей-инвалидов, и, ну, в общем, я буду читать, посмотрим, впустит ли дом меня, и еще здесь были вот такие чудесные открытки, посмотрите, какая прелесть. Ну, и, наверное, главный теперь вопрос, это какую же из этих книг я возьму следующий, при условии, что я не успею больше ничего распаковать, и я не знаю, я склоняюсь к Булгакову или к одной из нонфикшн, но вы мне напишите. Вдруг что-то я там пропускаю, и надо прям срочно-срочно-срочно-срочно брать и читать. Доброе и даже вы не поверите, солнечное утро последнего кусочка этого влога. Давайте, раз мы начинали с ремонта, покажу вам, какой у нас есть небольшой, правда, пока но апдейт. Вчера мы уже глубоко ночью закончили клеить обои в детскую гардеробную. Похоже на какую-то пляжную кабинку в Нормандии. Мне прям очень и очень нравится. Но! Та-дам! Я купила недостаточно обоев и нам их не хватило. Поэтому закончить, к сожалению, мы вчера не смогли и теперь ждем последний рулон. Ну что ж, приедет, мы доклеим и уже поставим систему хранения туда, в гардеробную. Во второй детской склеивается шкаф и тоже, в общем-то, уже продвигается деятельность. Здесь осталось только вот этот шкаф сделать и расставить нормально мебель, потому что здесь сейчас готовы. Вот так! Та-ра-рам! Ну а в нашей спальне даже вроде бы пока что держится изголовье кровати, что, конечно, не может не радовать. Ну что, заканчиваем это видео там примерно, где и начинали. то есть за завтраком, да, сейчас я буду есть банановый хлеб. Кстати, да, первый банановый хлеб в этом доме и сверху у меня Филадельфия. Щедро я так намазала и, ну, в общем-то, тоже завтрак, но книга уже новая, очень сложная и очень важная. Да, ее вы, кстати, видели в распаковке и у меня тут уже 239 страниц. Вот так вот позади и правда-правда очень интересно. Ну, а я, щурясь на утреннем солнышке, с вами прощаюсь в этом видео. Надеюсь, что было интересно посмотреть, что вам понравилось. И да, будем продолжать потихонечку сериал, но, но скоро будет Париж, если все хорошо сложится. Крестим пальчики. Пока! Пока!